Кинорежиссер и телеведущий Никита Михалков ответил певице Алле Борисовне Пугачевой, которая сравнила себя с героиней его фильма «Раба любви» Ольгой Вознесенской. Цитируем почти дословно. Почему госпожа Галкина вставляет этот отрывок, видимо, оттождествляя себя с этой героиней? Сравнение себя госпожой Галкиной с Ольгой Вознесенской пошлое и ошибочное. Ольгу Вознесенскую преследует охранка за то, что она помогала негодяям. А кто преследовал госпожу Галкину? Те, о ком мы говорим, их никто не изгонял, отметил известный режиссер. И тут как бы все весело, ведь, напомним, к тому же Алла Борисовна в порыве, так сказать, праведного гнева, обратилась к Минюсту Российской Федерации с буквально только что нетребованием признать и ее как товарища Галкина, который Кремлю больше не товарищ, как выродился Дмитрий Песков, уточнив, что им не по пути, иностранным агентом. Типа жена декабриста, другое дело, что на просторах земле обетованной тупо всегда жара, но кому какое дело, когда раз за разом демократия в опасности? Давайте это процитируем. Это крик души Аллы Борисовны. Прошу зачислить меня в ряды инагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения проблем для наших ребят, страдающих за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющей жизнь наших граждан. Написала певица, что характерно в запрещенной в России социальной сети. Принципиальность у звездшого бизнеса она такая. Впрочем, борьба борьбой, а касса, в смысле баблишко, должно течь. И вот оказалось, что приезд Аллы Борисовны, как говорят эксперты, очень удачно совпал, как и ее отъезд в свое время. Однако еще больше ужасных подробностей, как обычно, через пару секунд. Итак, Алла Борисовна Пугачева попросила и ее признать иностранным агентом, как мужа товарища Галкина. Однако эту идею не оценил депутат Госдумы Петр Толстой, цитируем. «Мне жаль, что Пугачева, бывшая самая популярная певица страны, настолько утратила связь с реальностью и солидарность теми, кто сегодня желает поражения России. Теперь ее место в историческом музее времен СССР. И у нее, в отличие от Галкина, другой страны не будет. И инагентом она не станет. И поддержки среди порядочных русских людей уже не найдет. Победим без ее песен». Обидно, конечно, обидно, но сейчас будет еще хуже. Близкий к звездным кругам адвокат Андрей Алешкин предположил, что певица прилетела спасать имеющееся в России имущество, недвижимость, в том числе знаменитый замок в деревне Грязь. Дорогие автомобили. И товарищ пояснил, что для того, чтобы получать налоговые вычеты, уважаемой мадам Брошкиной, необходимо сохранить статус резидента, чтобы платить НДФЛ по ставке 13% и иметь просто банально возможность получать эти налоговые вычеты. Ведь бедолаги-нерезиденты платят налог по ставке 15%, а то и все 30%. Вычеты же им вообще не светят. Вот только налоговыми резидентами признаются физические лица, которые находились в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Можно с перерывами, не подряд, но главное, чтобы в общей сложности их было не меньше. В таком свете прерывания отпуска, где на полгодика почти задержалась Примадонна, уже не кажется удивительным, правда? Ну и, как говорят злые языки, гражданку Галкину можно понять. Ее супруга признали инагентом, тем самым сократили возможность зарабатывать деньги. По сути, закрыли ему возможность работать в России. Сама она концертов уже не дает. Поэтому это, конечно, очень болезненный удар для семейного бюджета. Там же с хлеба на воду перебиваются. Мы это видели и не один раз. Впрочем, и это далеко не конец истории.